всем привет с вами канал артмания и сегодня у нас с вами второй день букманга плюс болтушка по сидушке про обзор да мы с вами еще будем пробовать новые такие продукты здесь у нас банановый сок называется солнечный банан с мякотью но такой знаете довольно жидковатый мне кажется все-таки для сока бананового он должен быть не такой жидкий называется он grande grande да я еще хотела купить на позапрошлой неделе но в пятерочке он продавался по-другому первая коробка 150 рублей а вторая 89 то есть 2 надо было брать я так подумала блин что-то мне 2 брать не хочется потому что я не знаю понравится мне или нет вдруг не понравится с ней потом буду делать я решила подождать сегодня прихожу ну думаю если будет стоить 150 ну ладно чё ж возьму хочется попробовать прихожу он 89 рублей стоит я вот пятерочка тебе акции так также мы с вами будем пробовать вот такие вот мармелад желательно бегемотик бондин на него у меня уже есть обзор по-моему или нет на что-то похожее короче есть обзор и сегодня будем их пробовать здесь мало стоили они 30 рублей видел я их в рубль буме покупал в другом месте визула там так еще здесь у меня лежат из фикс прайса супер конь контик контик какой-то супер короче какая такая маленькая конфетка у нас также короче батончик какой-то там у него я уже давно должна была сделать обзор но это у них настолько просто много что не монтировать не успеваю не делать их не успеваю вот так же у нас еще мармелад жевательный мармелад она просто желает желательно жевательный мармелад клубника яблока на нас вот такие вот и конечно же сегодня мы с вами будем изначально начинать кушать не сладости а будем начинать кушать как положено я решила сделать наверное ролики такого формата посмотреть насколько вам понравится именно так когда ты кушаешь сначала первое блюдо потом заедаешь все это вкусняшками и чем-то запиваешь может мне кажется так будет более интересно посмотрим сегодня у нас вот такие вот мюсли они тоже должны были пойти на одиночный обзор но у меня очень много роликов я просто не успеваю поэтому я решила их попробовать вместе с вами вот и также возможно если все-таки решусь еще у нас вот с вами вот такая вот на обзор сегодня булочка это штрудель с яблоком из пекарни белка по-моему называется что она даже не помню вот стоил 85 рублей нас он что-то вообще такой малюсенький я помню когда первый раз пекарни появились он был прям вот настолько наверно побольше он был он прям длинный такой был классный такой же широкий длинный ну видимо во всех пекут по разному вот так начнем с вами конечно же с этого мюсли здесь написано что можно его разбавлять так чем разбавлять его молоком йогуртом и соком а я подумала что с соком разбавлю я не почувствую вкус малины и ежевики поэтому я буду разбавлять просто горячей водой не пиалочка такая вот у меня ложечка кстати такую ложечку я видела в моде 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 короче магазинчик за всякий там такой вот интересный всячины очень многое там красиво моде просто называется вот такие ложечки я видел там весь время спрашиваете какая у тебя классная ложка где-то ее купил купила и вообще светофор ой господи светофоре фамилия еще давным-давно когда ее покупала я не знала что она мне понравится настолько я знала конечно я бы все забрала там осталось еще две две пачки такие вот она прям классно написано что нержавеющая сталь но она прямо от легкая на классная очень удобно такая вот ложечка такой я называю бензиновый цвет обычно когда идете по улице наверное видите на асфальте такой бензин развитые он такой красивый но у нее цвет называется по-моему радужный что ли как-то тут у то прямо ну ладно конечно как предполагается почему-то во всех мюсли именно если вкусный ежевики и малины то самой ежевики и малины как правило добавляться такая маленькая козявочка вот здесь она вообще такая маленькая не знаю миллиметра 2 и у реально даже увидеть здесь очень сложно очень-очень сложно потерял а вот это малина этому я не знаю вы увидите вообще или нет сейчас я попробую положить на этот видите вот она вот вот тут вот прям маленькая прям козявка это у нас с вами малина ежевика честно говоря я ежевика вообще не вижу выглядит конечно это все не очень аппетитно если честно абсолютно не аппетитно все-таки вот мюсли ого такие вот большие там все-таки немножечко побольше сама там какая-нибудь ягода киви по-моему там побольше вот был я помню там нормальный выглядит она вкусно это не так выглядит слава богу что я не купила вторую ну ладно давайте будем пробовать так разбавляю кипяточком пускай она настоится пока что да кстати вы смотрите мне снова сегодня другая кофточка это тоже кофточку покупала для сочи вчера у нас была кофточка помните это подобие точно такая же купленная в том же магазине здесь тоже 54 размер если здесь вот ниже спуститься то тут есть даже кармашка вот она кармашка ну то есть для большой такой женщины с большим наверно пузом она будет хорошо вот но я люблю одевать вот тут вот ремешочек и так вот используйте как такое платье рубашка ну не знаю она мне нравится здесь кстати есть даже бирюлечка на легенькая такая свободная как раз вот именно в сочи в плюс 30 или плюс 40 на солнце она прям вот классная так давайте с вами еще сок покажет откроем пока у нас там будет настаиваться сок я буду пить из такого фужера видно вам на фоне моих волос все таки его будет хорошо видно а я хочу чтобы не в комментариях написали для чего эти фужеры пить шампанское по моему фужеры повыше по моему это для какого-нибудь коньяка да коньяк или виски да что-нибудь такое вот что-нибудь такое наверняка да нет почему-то так кажется так давайте посмотрим что у нас тут у нас тут состав банановое пюре сахар регулятор кислотности кислота лимонная и вода честно говоря когда стоя в магазине читала состав я думал что там будет написано еще и яблоко то что яблоко почему-то у нас в россии добавляется абсолютно везде у нас с вами кстати была уже тема так не откроешь я один раз в детстве не открыл бутылку лимонада поставил ее в ванную проткнул вот так ножом отрезала и перелила в другую тару мама приходит так смотрит даже быть а что такое что случилось в ванной что там с бутылка подозрительная такая стоит игры и открыть не смогу тогда я тебе открою никак заклеили чтоб мы не пили ой что-то мутное что-то мне сок как-то по-другому представлялся если честно что-то мне почему-то представлялся прям таким вот знаете ну банан он не такой уж и сочный в принципе мне кажется чтобы сделать банановый сок это явно надо бананов использовать не один килограмм это очень много надо использовать мне почему-то казалось что это будет такая а жижа некая как на блины которые ну в принципе налить будет сложно и которая будет желтого цвета честно не знаю но смотрится кстати так фужерчики нормально пахнет банан прям банан 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 понюхайте такая желтоватая масса ну хотя вроде там в составе больше ничего не написано особенного на вкус прям банан немножко жидковатенькая но я вспоминаю очень давно я покупала сок банановый от фрута няни по моему сейчас вот туда добавляют еще и яблоко а раньше по моему туда яблоко не добавляли он был прям такой банановый был такой не такой жидкий был он прям был обалденно вкусный то если честно вкус немножечко разный немножечко все равно другой там он прям какой-то такой знаете был особенный ну может мне так помнится потому что сейчас он там совершенно абсолютно другой я покупала недавно если тогда было прям банан то сейчас что-то там такое непонятное подозрительное тут ну в принципе вкусно но жиденькая почему-то вообще кстати вы видели как готовить соки как например готовить яблочный сок показывали по телевизору собирают яблоки ну в машину грузят яблоки привозят их на завод моют потом отправляют в соковыжималку казалось бы все хорошо правда там яблоки помыли отправили соковыжималку и должны сделать что как вы думаете напишите в комментариях залить там прокипятить да например или не кипятить залить в такую бутылочку и отправить в магазин но нет же у нас русские делают совсем по-другому и главное что собрать с людей денег побольше для нас это главное а не главное чтобы ребенок допустим или человек попил сок обогатился витаминами был здоровым и долго-долго работал зарабатывал деньги обеспечивал государство у нас не это главное и конечно же этот сок отжимает соковыжималку потом они его этот сок высушивают превращают в некий такой порошок и потом из этого порошка получается что выводят разбавляют водой и выводят сок там в два в три раза больше чем он был и конечно же от этого денег прибавляется в два в три раза больше не знаю в россии у нас вот так я не знаю как за границей мне кажется наверняка может быть точно так же потому что просто взять и собрать там яблок это сколько нужно собрать яблок чтобы обеспечить всю Россию соком при том что например соки перед праздниками покупают покупаются больше даже если не из яблок например из апельсинов это собрать апельсинов значит надо очень много там не знаю грейпфрукты там ну не знаю мне кажется это очень-очень очень много надо тем более детское там питание не зря же у нас детское питание продают в таких маленьких баночках потому что проще делать если сделаешь трехлитровую банку это много получится а вот такие вот маленькие конечно удобнее малыш съел там сколько-то и все остальное я помню ходила на курсы какие-то там курсы материнства нам рассказывают вот он съедет одну-две ложечки остальное остается вы просто берете и выбрасываете ну или сами съедаете если не брезгуете как так остается думаю у меня малыш все почти съедал поначалу да как-то я помню его так брала жалко вот тогда не было камеры заснять хотя нет там один раз я снимала 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 где-то у меня ролик должен быть как у меня первый раз кашу пробует а он рот то не открывает ну открой открой а он не понимает месяцев пять шесть что ли было я ему так воткнул там там что ты вообще там блин что ты мне дала а потом уже я помню как ему давала рис рис что ли это был да каша рисовая и он так радовался сидел на детском кресле и вот так вот ножками аж отбивал от радости ему так это понравилось каша рисовая там что-то новое что-то необычное прям вообще ну уже он там постарше был месяцев десять что ли может ему было побольше я сейчас не помню и помню через есть еще такие нибблер штучка такая там либо сеточка либо силиконовая кладешь какой-нибудь кусочек закручиваешь и дашь малышу он сосет как через тряпочку я помню дала черный хлеб он так был в восторге ему так понравился черный хлеб он его до сих пор любит прям вообще он так это хотя мы им очень мало пользовались но я помню когда я их покупала они были очень дорогие там 2 штуки у нас было силиконовая 450 стоит но даже сейчас это еще дорого а тряпочные тоже около 400 рублей в итоге конечно я их продавать не стала я их просто отдала бесплатно ну думаю что это же слюна соску же вы тоже не знаю но соску тоже на не продают там ну фиг знает кому-нибудь пригодится там другой мамочке которой нет денег вот так у нас кстати малина сплыла и все так запенилось запенилось такая прям кашеобразная осталась смесь можно было мне кажется если мы добавили сока она была бы жестковатая а кипяток хотя бы ну не кипяток горячая вода немножко ее растворила немножечко вот ну а соки кстати мы не покупаем я даже не покупаю соки ребенку потому что в соках там все равно какая-то доля сахара есть и не знаю мне кажется соков в магазинах пить много не надо вот ну и у меня ребенок очень любит сок прям вообще сок 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 все там там радость 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 сок больше конечно стараешься сделать свои соки либо компоты тогда те я уже знаю что знаю сто процентов что они натуральные чем магазины хоть тут и не написано что тут больше ничего не добавлено мне кажется тут еще что-нибудь добавлено по-любому и конечно сок сделан не знаю неужели они сначала прокрутили банан точно так же тем самым методом потом его высушили а потом разбавили с водой наверное кажется это вот так было потому что прокрутить банан это будет другое немножко хотя не знаю напишите кто делал сок банановый что вы скажете по этому поводу что у нас тут краснодарский край а у нас в Краснодаре растут эти бананы хотя подождите на ЖД вокзале в Сочи растут бананы я что вспоминаю вроде бы висели а ну вот доля пюре 25% то есть пюре само там четвертая часть можно сказать ну ничего так сказать вкусно такой знаете как разбавленный кисель так тут у нас получается вот такая масса немножечко такая какая то не такая как то ну все равно даже вот она с кипятком она выглядит как то не очень а вот именно мюсли от бренда ОГО у меня кстати обзор на них есть я в конечной заставке оставлю он выглядит гораздо симпатичнее мне хочется есть есть и есть это больше брать не буду ну ладно давайте попробуем может и вкусно вообще все мягкое для бабушек старых подойдет прям без зубов можно вообще не жевать ну кстати может и соком можно было разбавить раз она такая мягкая может она и сама мягкая ну что кстати так вкусно нежная мягкая пресная сахара вроде бы есть и нет ощущение как будто знаете половину вот так ложку взяли половину тарелки бросили сахар а другая половина нет вроде ешь без сахара а потом вроде сахар появляется так я и сделаю подсчет все вот так я иду вот так я иду а это малина, она осталась жёсткой. Ощущение, как будто это не малина, а косточка малины. Которая не становится мягкой. Потому что там реально что-то не жуётся. Как-то так. Блин, только что видела. ДИНАМИН Ну, вкусно, кстати. Вкусно, но не настолько, допустим, как Том Мюсли. Том Мюсли поел, и через какое-то время я опять хочу его. Мне просто нравится именно сам процесс поедания его. Не просто съел, насытился, вау, вкусно. А именно вот процесс вот этот я люблю. И здесь вот в этом такого нету. Оно просто стало мягким, там, не знаю, я не горячим кипятком его разбавила. Или залила обычным, то есть кипятком. Ну, он уже у меня чайник постоял, наверное, до того, как их разбавила, минут так 10 точно. То есть тот я тоже разбавляла, тот я вообще прям кипятком заливала. Нормально было. Тут же, ну, не знаю, запомните вот такой. Напишите в комментариях, кто его пробовал. Может быть, у вас всё в порядке там было. Так, дальше, что мы с вами пробуем? Мы с вами пробуем батончик. По-моему, для тех, как раз, кто занимается спортом, он продавался в пятёрочке. Ну, недорого, здесь 40 грамм. Называется Корнубик. 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 Подойдёте кому-нибудь, это, в спортзале, так, хочешь, корнубик? А вам так, чего? Или так, нет, подружка, подойдёшь, а хочешь, я тебя угощу корнубиком? Чё? Чё, чё, чё? Корнубик? Ну да, так, если спросишь у человека, Корнубик, он, наверное, не сразу поймёт, а чё это такое? Корнубик. Корнубик. Ну да. Интересное, кстати, слово. Как знаете, как Чупакабра. Чупакабра. Такое что-то интересное, непонятное. Вот таким мёдом пахнет. По-моему, с мёдом должен быть. Здесь снизу, кстати, похоже, как будто бы шоколад. А вот с этой стороны такое всё прилепленное. Кстати, такое классное. Кстати, мы с вами состав забыли посмотреть, как всегда. Возвращаемся назад. Так. Ну я думаю, кстати, тут не больно должно быть, наверное. Я его уже порвала. Ну нет, тут нормально должно быть. Там нет каких-то добавок. Попрошу. Посмотрели. Так. Теперь будем пробовать. Здесь, знаете, как будто маленькие... Маленькие такие... Не, по-моему, ломается что-ли-нибудь. Как поп-корн. Ой, нет, подождите. Как кукурузные палочки, только малюсенькие. Кругленькие, малюсенькие. Плюс как будто бы с местами Геркулес чуть-чуть я вижу. И вижу... Кукурузные хлопья. Маленькие такие, маленькие-маленькие малышечки. То есть, бывает там средние, да, а тут малышечки. Плюс здесь я вижу такие, знаете, длинные козятки, как маленькие червячки из кукурузных палочек. Они, по-моему, не падают, действительно. Вот. Как-то... Пробуем. Вот такой вкусный, кстати, затягивает. Я бы еще, наверное, штук 20 таких съела. Мягкий, хрустит. Чувствуется сладкое. Чувствуется то ли сладкий мед нестандартный такой. Какой-то, знаете, чувствуется вкус такой... Не знаю, такой нестандартный какой-то вкус. Но это вкусно. Ммм... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok шутит. Я думаю, как можно просто увидеть слово и сразу его понять, не читая. И потом мне попалась в руки книжка, как научиться быстро читать. Вот уже только после неё, хотя я её не всю прочла, местами так вот, после неё, через какое-то там время, я заметила, что я читаю довольно быстро, что я реально просто смотрю на слово и вижу его. То есть мне не приходится читать по буквам, я уже вижу, знаю какое-то слово. Вот. То есть только вот после этой книги, когда начинаешь заниматься, себя пытаться развивать, хотя, конечно, до этого я старалась, читала много, читала вслух, было бесполезно. Громко вслух, я помню, что-то мне говорил кто-то. Сидишь, помню, ещё ребёнка была, и орёшь на всю квартиру, читаешь там, что-то. Ой, мне так стрёмно было. То есть такие вот моменты в жизни. Конечно, было очень стрёмно, где-то вот находишь, да, я помню, и тебя просят прочитать вслух. И ты понимаешь, что ты не умеешь читать, и как-то стрёмно. И сначала стоишь такая, читаешь по слогам про себя, а потом и даёшь человеку вслух. То есть вот бывает так. Или, допустим, на учёбе, я помню, нас заставляли по очереди детей читать какие-то слова по очереди. То есть там первые два человека сколько-то слов прочли, потом сидят, да, за партами. Вторые два человека сколько-то слов, и там доходят до меня, и я помню, у меня просто перед глазами пелена, и всё расплывается. Я стесняюсь, думаю, блин, как я это прочту? Я же не умею читать. Я сижу, ааа, и у меня так, Наташа, ты что, уснул там? Читай давай. Ты потеряла, что ли? Вот тут, вот тут, давай, давай, вот это вот слово. А у меня всё просто уже страх. Я помню, девчонка рядом со мной сидела, говорит, ты читать что-то не умеешь? Я говорю, ну плохо читаю. Она говорит, ну давай я тебе помогу. Она говорила это слово, а я повторяла за ней. Я помню, так вот два раза с положения вышло. Это было что-то. Так, здесь у нас целых два, не слепились. А я думала, это одно большое, честно говоря. Какое вот оно. Ну, в наше время читать по слогам, это да, немножко стыдновато, наверное. Опа! Сломала. Так. Сломала. Сейчас что у нас? Мягенькое что-то. Что-то мягенькое. Честно говоря, на тему чтения я собираюсь записать отдельный ролик, но все-таки я хочу попытаться найти какую-то книгу. Наверное, мне придется сходить в библиотеку, найти книжку, чтобы вам просто подробно, примерно показать. Ну, как бы я пока планирую записать этот ролик, а когда я его запишу, честно, я даже не знаю. Как бы у меня очень много в плане еще записать роликов, но когда это будет, не знаю, не знаю, еще пока, пока думаешь. когда это как бывает, запишешь ролик, а потом через какое-то время раз и к этой теме придет еще одна тема. Блин, что я еще не подумала, надо было подумать, записать все сначала так, хоп, записать все, что тебе пришло в голову, и потом уже не ролик, а это видосик, видео. Почему-то я их называю роликами, не знаю даже. Ладно, будем пробовать. М-м-м-м. М-м-м. хрустящая, то, что внутри белая прослойка незаметна, печеньки, две печеньки слепленные, сладкая в меру, шоколад там какой-то, ну, такая, знаете, обычный дешевый вариант, какой-то чисто с собой взять, там, где-то перекусить. Вот, естественно, я не понимаю, зачем я запихну половину аж. Почему-то в последнее время именно вот перед камерой я начинаю замечать по себе, именно, когда монтирую, я почему-то в рот запихиваю огромные куски. Почему-то мне кажется, что у меня рот вот такой вот огромный, и что-то туда просто все поместится. Блин, я не понимаю, почему-то. в обычной жизни я ем маленькими кусочками, все хорошо, все в порядке. Но именно перед камерой я готова запихнуть целый кусок. Взюм, как-то стесняешься, что ли, все равно. Так, ну да, он похож, в принципе. В принципе. Почти. Немножко отличается. Ну, такой нормальный. Знаете, вот просто по вкусу печенька обмазанная шоколадом. Все. То, что там, не знаю, что там. там внутри должно быть у нас сгущенное молоко со вкусом. Давайте еще попробуем. Попробую откусить все-таки. такой сладенький, рассыпчатый. Звученное молоко честно, я не почувствовала. Вот честно, я не почувствовала. Шоколад, да, я почувствовала. Печеньку почувствовала. Не знаю, что-то мне не ощущается. Кто пробовал, в комментариях напишите. Так. Мы с вами подходим к таким жевательным мармеладкам. Я помню, в детстве очень часто моим друзьям покупали всякие такие вот мармеладки, немножечко другие. Помните, да, наверное, были мишки, были, червячки такие длинные были. В основном, по-моему, я червячков часто видела, а у меня родители никогда не покупали. Мол, фигня, это все химия, не надо тебе. Я помню, они дорого, что ли, по-моему, стоили, я не помню. Накопишь деньги, помню, купишь и жуешь их, и помню, балдеешь. Я помню, как на даче, к лету к даче я накопила денег, определенную сумму, какую-то, видимо, у меня большая сумма получилась. Я помню, купила, или мы каждый день ходили в магазин на даче, я не помню, или я накупила сразу несколько. Короче, я вот такие мармеладки начала есть каждый день. Мне родители говорили, мол, там химия, зачем ты травишь твой организм, зачем ты ешь, а мне так хотелось, мне так хотелось сесть на дачу и спокойно поесть. Чтобы мне тут вот сбоку никто не говорил, не ешь, не ешь, не ешь, не ешь. Вот, я помню, уходила и все равно их ела, мне прям, они вообще так нравились. И через какое-то время у меня на них появилась аллергия. Когда я их ела, у меня вот здесь на ногах появляются красные пятна. Я подумала, блин, видать, я их переела. После этого, вот после этого, это еще в подростковом возрасте было, я их больше не покупала вообще. Я уже запомнила, что у меня аллергия там на них начинается, и все, думаю, нет. Сейчас вот, допустим, у моего ребенка есть витамины, знаете, наверное, витамины, мишки. В таких они пластмассовых баночках продаются, открываешь, и там их сколько-то штук. Ребенок у меня постоянно их кушает, ну, не постоянно, там, периодически. Мне тоже хочется мишку какого-нибудь такого, ну, он ест им, я хочу тоже. И, кстати, он с ними довольно хорошо кушает, он съедает всю еду полностью. То есть, достаешь мишку, смотри, вот мишка смотрит, если ты сейчас не докушаешь, то мишка уйдет. Нет, нет, пусть не уходит, пускай ждет. Я все докушаю. Посадишь вот так перед носом ребенка на метр, например, чтобы он его не достал. Все, ребенок все ест, все доедает, все, вот только что подполучить мишку. Очень жалко, конечно, что этот мишка он получает только в обед. Ну, один раз в день я имею в виду. То есть, если было бы три раза в день или четыре, ребенок бы вообще шикарно ел. Вот, то есть, так вот. Так, давайте будем открывать наших, кстати, интересно, кто тут? Здесь у нас клубника, яблоко, ананас. Клубника, яблоко и ананас. Как-то ананас прям, знаете, ни туда, ни сюда. Если бы тут был апельсин, еще бы да. Вот ананас, кстати, с ананасом очень мало вкусов. Ой-ой-ой. Так, ну, давайте посмотрим. Стоил он 27 рублей в деревенском магазине. Здесь 70 грамм. Е-добавки. Так, один. Одно вижу и большой-большой состав. Черная сморозина, краситель, так, агент. Агент прям обязательно везде агенты они. Раньше были эти игры. Всякие там агенты бегали, да? А теперь уже агенты нигде не бегают, они уже в продуктах сидят и следят за нами, да? Воск пчелиный. Ого! Даже воск. Воск карнаубский. После этого, когда прочтешь вот такое уже точно не захочешь. Не захочешь сама, если захочешь и ребенка купить. Пектин он везде. Ну, короче, там опять куча всякой химии. Ай, летела. Они так классно пахнут. Морма он назывался. А, они даже, слушайте, они даже сделаны, а я не поняла, бутылка что ли какая-то там сделана. Они даже сделаны в виде самих фруктов. Видите, клубника, яблоко, ананасики классные. Их, кстати, можно наверняка использовать где-нибудь украшая торт, пироженки, да? Вот эти вот. Кто любит, допустим, детишки, прям ананас, можно вот эти маленькие ананасики там разложить. Ну, ананас, прям видно, что это ананас. Яблоко, например, ну, как-то так. Клубника так вообще. Не поймёшь. Так это выглядит. Кушайте, пробуйте, угощайтесь. Пишите, пробовали ли вы такие, понравилось вам или нет. Понюхайте. Ням-ням-ням. Даже запах передаёт камеру. Я, по-моему, уже начинаю это говорить в каждом ролике. Опять в конце. Блин, почему я в конце это говорю? Я надеюсь, что вы всё-таки досмотрели хотя бы до середины. Сейчас, наверное, где-то середина, может быть. Этот ролик очень сильно надеюсь. Если вы досмотрели до середины, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ананасик. Ананасик. Напишите. Тогда я пойму, что вы хоть досматриваете. А то я тут стараюсь с вами, болтаю, болтаю. а вы не смотрите. Ананасом пахнет. Как вчера мы с вами пробовали этот Skittles. А то тут уже мармелад. Пробуем. мягкий. Мягкий. Мягкий-мягкий. Такой классный. Вкус ананаса, по-моему, есть. Но он мягкий, кстати, это классно. Вкусно. Да, есть чуть-чуть вкус ананаса. Так, дальше пробуем эту клубничку. Тоже мягкая. Есть вкус клубнички, но, знаете, прям вот чуточку так вот отдаленно-отдаленно. Если, допустим, Skittles там прям реально чувствовалось очень сильно, то тут отдаленно. Да, такой прям чуть-чуть. Ну, чуть-чуть-чуть-чуть. Наверное, чтобы прям хорошенько почувствовать, это надо все скушать, положить в рот. Так, яблочко. Яблоко, конечно, такое своеобразное, не очень похоже на себя. Тоже мягкое. Да, вкус такой яблоко есть, но тоже такой отдаленный. Они жуются хорошо, неприторно-сладкие, довольно мягкие. Такая прям классная. Можно такие покупать, потому что есть реально жесткие, мне попадались очень сильно жесткие, что и прожевать невозможно. Но это было там... Тоже в таком-то, кстати, ролике есть, в таком же вот, такого же формата. Где мы с вами пробовали, где у нас досталась игрушка собачка беленькая. Вот там. Не знаю, найдете вы или нет. Так, здесь у нас бегемотики. Здесь у нас вообще какой-то он разный. Бегемотик Бонди. Кстати, мне первый раз я покупала, похоже, делала обзор, мне показалось, что это детская. И сделана прям именно для детей. Потому что с каким-то таким бегемотиком уже есть печеньки продаются, то есть детские, и которые вроде бы как должны быть они без химии, без всякой там ерунды. Вот, поэтому мне тоже показалось. Ну, я думаю, здесь, скорее всего... Да, здесь тоже много всякого... Всякого... Говна. Всякой каки. Да, всякой каки. 100 грамм тоже. А, здесь витамин С. Стимулятор запуска иммунных процессов. Важен для роста клеток и тканей. Витамин В5 со звёздочкой. Жалко, что не с колокольчиком. Замедляет процессы старения в организме. Укрепляет иммунитет. Можно вот так вот даже книжки не читать, а вот по упаковкам посмотреть, какой витамин что делает. Витамин В5 нормализует уровень холестерина. Помогает выводить... Кого? А, шлаки из организма. Вот так вот. Видите? Нормализует уровень холестерина. То есть, если вы вводите вот этот мармелад постоянно есть, у вас, возможно, не будет в организме холестерина, всяких там бляшек, что ли, или как они там называются, даже не знаю. Короче, надо есть каждый день его и по многу, чтобы быть здоровым. И не стареть. Кстати, от старения ещё помогает ведь. Там, чё он ещё? Важен для роста клеток и тканей. Запускает иммунный процесс. Иммунитет у вас будет, если вы будете его есть. Ещё здесь ещё осталось. Последний витамин. Витамин В6 укрепляет, нормализует работу сердечно-сосудистых систем. Вы представляете? То есть, если вы будете её кушать, у вас ещё и сердце будет здоровое. Вот так. Чудо! Нет, здесь правда всё это написано. Чудо... Чудо-бегемотик. Чудо-мармелад. Здесь реально всё это написано. Я не напридумала. Вот сами читаете. Кто не дочитал, стоп, нажмите и дочитайте. Не знаю. Не знаю, не знаю. Мне кажется, если их есть каждый день, сахарный диабет, наверное, точно заработаешь. И плюс там чего-нибудь ещё непонятного. Так. Они, знаете, пахнут в детстве. Наверное, в детстве года около 2000-х, наверное. Сейчас, кстати, иногда ещё редко продаётся. Кто помнит, в киосках продавались такие браслеты на ниточке с конфетками. Ну, их откусываешь и жуёшь, пережёвываешь. Не помню, какой они были вкус, но запах был подобный. Они как раз вот были вот где-то вот такого вот цвета. Там везде часиков они ещё были, но жёсткие. А вот цвет был вот именно такой вот. Это, я не знаю, какая-то половинка свинюшки по всей видимости. Как вам пахнет, расскажите. Пишите в комментариях, вкусно или нет. Здесь, по-моему, с ним играть ещё можно, что ли. А, здесь с ним ещё играть можно. Здесь вот половинка льва, которую можно положить. Так, здесь ещё. А, ещё половинка черепахи. Здесь ножки. А, ножки. А, это ножки бегемотика. Здесь надо найти бегемота, что ли. Сейчас посмотрим. Вот 100 грамм, кстати, уже побольше. Мне кажется, вот этот мармелад вкусный довольно. Так, а где у нас бегемот-то сам? Тут ещё ножки какие-то. А, вот ещё ножки розовые. Ой, господи, не розовый, а жёлтый. Лев, вот, жёлтый. Так, что-то я не поняла. А где у меня бегемот-то? Так, опять лев. Черепаха. Бегемота нету. Ничего не положили. А-а-а! Ничего, бегемота не положили? Обалдеть! Мне не положили бегемота. Ну, вот как так можно, а? Тут... Да, тут должен был быть ещё бегемот. То есть тут ещё красный цвет должен был быть. То есть тут цветов получается один, два, три. А, или, может, красный-розовый? А, ну да, скорее всего. Мне бы не положили бегемотика. Его нету. Есть ножки, а бегемота нету. Есть лев, вот. Все остальные ножки. Блин, как жалко. Я так люблю бегемотиков всяких. А его мне забыли положить, оказывается. Жалко, знаете, мне всегда казалось, что когда вот такие вот молотки делают, их как-то складывают либо вручную, либо это, знаете, допустим, аппараты, да? На этом аппарате бегемотик. Допустим, трубочка, да? На этом аппарате львёнок там. А здесь, допустим, лягушка. И они просто в пакет так подъезжают, они тык-тык-тык там по несколько штук, по три штуки, например, вот так вот вываливаются, пакетик дальше есть. Мне всегда показалось, почему-то это так, что в каждом пакете должно быть именно ровное количество, должно быть именно поровну. Например, как скитлс, так же вот по цветам, да? Одинаковый, мандемс по цветам одинаковый. Но в итоге ощущение как будто... Кому-то весь бегемотики достались. Много бегемотиков. И манией бегемотики, кстати. А я люблю бегемотик. Я бы оставила его, может быть. Без бегемотика я осталась. Как жалко. Только ножки бегемотика есть. Надо ножки оставить на всякий случай. И пойти в магазин завтра купить ещё. А то вдруг у меня бегемоты придут, а ножек у них нет. Тогда мы с вами будем... Кстати, черепаха у меня тоже всего одна. А льва даже аж целых три. А кому-то льва не досталось. Ладно, будем пробовать с вами ребёнка. У меня, кстати, такие очень няненькие, такие хорошенькие. Так. Она, знаете, большая, мягкая. И её просто, знаете, приятно сжевать, потому что она большая. То есть, допустим, если вот тут ананасик, да, он довольно маленький, его не настолько прожжуёшь, ну, как-то он маленький совсем. Вот даже вам по сравнению, да, покажу. Упадёт он у меня, то есть вот ананасик маленький. Ну, раза в два, наверное, можно сказать, ну, да, в два раза маленький. То есть здесь большой, знаете, когда кладёшь в рот, кажется, как будто я взяла не мармеладку, ну, мармеладку, да, не из такого пакетика, а как будто я конфетку развернула такую мягкую и положила в рот. И она уже заранее мягкая такая, нежная. По вкусу было похоже, с одной стороны, банан сначала, а потом мне показалось, что он кисленький, как будто бы с лимоном, как банан с лимоном. Что-то такое необычное, что-то такое вкусное. Ну, такое можно есть каждый день. Так будет хотеться есть каждый день. Может быть, наверное, ну, конечно, не пачку съедать. Может быть, раз там такие супервитамины, и что даже я от них не постарею, и здоровье не потеряю, то, наверное, можно поштучно есть каждый день. По штучке съедать. Или по две, раз они тут по половинкам. Попробуем розовенькую. Вкус вишни. Сначала я думала, клубника вроде бы, но в конце вкус вишни. Вот прям вишня. Знаете, мне кажется, иногда, что они специально написали вкусы, чтобы люди как-то сами додумывались. А то вот берёшь ананас, и знаешь, так, и этот вкус должен быть с ананасом. Кладёшь в рот, и уже ждёшь ананас. Вкус ананаса. И вот там нет. А вот здесь, в принципе, он такой... Более такой вкус. Но когда вот жуёшь, не очень. А вот когда уже разжуёшь её, то прям реально чувствуешь. Прям вишня такая, знаете, как будто я начала жевать вишню, но вкус вишни почувствовала только тогда, когда я её проглотила. Но она мягкая, нежная, блин, она не классная. Мне понравилась она с бегемотиком. Очень жалко, конечно, что у меня бегемотик. Сам не достался. Так, мы с вами изначально жёлтую пробовали, да, первую? У нас была с бананом она. Розовая с вишенкой. А здесь вот уже такая... Не пойми какая, как будто розовая с белым перемешанная краска, да? Что-то такое непонятное. Лапки, конечно, у них такие... Кажется иногда, что это какие-то щупальцы. Какой-нибудь таракашки. Такие. Вроде как, знаете, такая она игрушечная. И в то же время не игрушечная. Пробуем. Пробуем. По вкусу то ли клубника, то ли вишня, то ли яблоко. Когда я её положила в рот, я подумала, ну, раз она такого цвета, значит, там, наверное, должен быть персик. Ну, как раз такой цвет, нежный персик. Или апельсин вкус, что ли. Какой-то, знаете, как мультифрукт. Такой вкусный, кстати. У них прям вкусы такие яркие, такие насыщенные. Классно. Мне очень понравилось. Такую вкусняшку можно есть каждый день. Не знаю, только насчёт постарения и хорошей работы сердца. Конечно, я, честно говоря, сомневаюсь. Не знаю, напишите в комментариях, как считаете вы, сомневаетесь по поводу всех вот этих вот витаминов, которые есть в этом нежнейшем вкусном пакетике. Так, и, конечно же, у нас с вами последняя проба. Сегодня у меня даже камера не садится, как вчера. У нас с вами последняя проба, это штрудель. Сегодня я его покупала. Вхожу в магазин, смотрю, там большая очередь. А я хочу чебурек поджаристый такой. Такой поджаристый, прям такой хороший. Я думаю, блин, что делать, а? Думаю, что-то в очереди стоять вообще никак не хочется. Ну ладно, зашла. Смотрю, там часть людей ушла. Ну, вернее, там получилось, что большая семья пришла, и они стояли где-то около кассы. И тут большой промежуток такой оказался. И мужчина вроде как стоит и в очереди, и в то же время не в очереди. Как будто так вот, знаете, как будто, знаете, в пространстве так потерялся. От запахов, там, от всего-то. Стоит так что-то там. Я не пойму, думаю, он в очереди или нет. Ну, как-то просто взять нагло и встать, я так не могу. Я говорю, вы в очереди стоите? А? А, да, в очереди. Ну, я, естественно, пошла вставать за него. Думаю, раз человек в очереди стоит. Ну, думаю, он же стоит здесь. Он может стоить уже тут полчаса. Ну, не полчаса, ну, пять минут стоит. Че я буду перед ним-то вставать? Он встану, сзади него. А, нет-нет-нет-нет, вставайте, вставайте в очередь. Я за вами буду. Ой, говорю, спасибо большое. А я еще тороплюсь домой, домой скорее тороплюсь. Ну, вот все прям, это была большая семья. Они давай там покупают там, там что-то, да, четыре чебурека там, два хот-дога там, два того, два четыре того, четыре, пять там, семь того. И набирают, и набирают. И стоит муж, муж стоит такой большой, такой пухленький. И жена рядом берет это все, покупать собирается, оплачивать собирается. И потом муж так поворачивается к жене. А ты себе-то будешь брать что-нибудь? Он такой, нет, ничего не буду, не надо мне ничего. Я так стою, это все мужу. Я думала, эта семья там берет себе на вечер, на выходные, например, покушать, да. Ну, то есть всей семьей там, то есть несколько человек был там, то есть мама, папа, ребенок или два ребенка. И было еще, по-моему, где-то два, что ли, взрослых человек. Ну, такая кучка была. Меня, честно говоря, ошарашил просто вопрос мужа. А ты себе будешь брать что-нибудь? Типа это все его там вообще-то, просто большой такой мешок. А она, как бы, ну, ее что, получается, не угостит, что ли? Конечно, угостит, наверное. Как-то странно, там, жена оплачивает, а муж кушает. Не знаю, я бы угостила, наверное. Хотя, не знаю, может, и нет. Не, я угостила, конечно, по-любому. Вот, ну, вот я взяла чебуреки. Я там покупаю, но я уже съела их. Мне достался сегодня прям вообще такой супер-супер-супер поджаристый. У него прям такой вот бачок был такой зажаристый. Я думаю, наверное, девчонка там отвернулась. Ну, кто там их там жарит-то масля. Отвернулась куда-нибудь, и он такой немножко сгорел. Думаю, его, наверное, брать никто не хотел. А когда я прихожу, они радуются, что можно поджаристый, можно, ну, это, куда-то продать побыстрее. Мало кто возьмет поджаристый. В основном, мне кажется, у народа большинство больные желудки. И поджаристый не каждый может есть. Хотя, честно говоря, мне в подростковом возрасте ставили... Как же он называется? Хронический гастрит. Сначала просто гастрит поставили. Ой, у вас гастрит. Все. И так получилось, что там я лежала, женщина мне там наминала. Мы с мамой как раз приехали на море отдыхать. И нужно было выбрать... То есть пойти к врачу, чтобы врач определил, какой стол вам кушать. Там либо совсем все протертое, да, ну, как, знаете, бывает. Либо жареное, либо не жареное у кого больной желудок. И вот я помню, он мне живот так наминает, наминает. А я говорю, мне неприятно, она прям реально, знаете, вот берет и просто туда вот вминает, вминает. Прям вот это было неприятно. Это ужасно было. Потом он так, ну что, ты вроде больно что ли? Я такая, да нет, говорю, просто неприятно. А, ну все, поняла. Пошла там, все, запись сделала. Я говорю, и что, гастрит у тебя? И запись там уже сделала. Я такая, не поняла. Думаю, откуда вообще гастрит взялся? У меня желудок не болеет, ничего не болит. Все супер, жареное ем, все нормально. Откуда он мог взяться, Дуль? И так получилось, что мы ездили как раз я, мама, мамина подруга и вот этой подруги дочка. То есть четвером ездили. И получается, что у мамы больной желудок, а у маминой подруги нормальный желудок, то есть все супер. И у ее дочки больной желудок. Ну, то есть получается, у моей мамы больной желудок, и вот у дочки сестры тоже больной желудок. То есть вот у них больной, а мы как бы с маминой подружкой, у нас все супер. Маминой подружке тоже поставили гастрит. Видимо, им выгодно просто ставить всем гастрит, чтобы проще готовить. Я помню, мы решили проверить, есть ли у нас действительно гастрит или нет. И купили, я помню, мы то ли чебуреки, ну, короче, что-то было жареное в масле. Прямо конкретно такое пожаренное в масле. Нам что-то это выглядело очень аппетитно, очень вкусно. Мы купили булочки, может быть, какие-то, не помню. Конечно же, у мамы разболелся желудок. У меня нет. Вообще ноль. Ничего, ни капельки. У маминой подружки тоже не разболелся. У ее дочки разболелся. Сразу там чуть-чуть они где-то половину, наверное, съели, и сразу разболелся. Таким образом мы решили проверить, у кого же больной желудок. Конечно, с маминой подружкой мы решили эти бумажечки не отдавать. Ну, потому что что нам начнут приносить еду для тех, у кого больной желудок? Зачем она нам надо, если у нас все супер? Нам приносили. А, ну мы не принесли, да, видимо, кто здоровый, им не дают эти бумажечки. Нам приносили обычную еду стандартную, которую все едят. То есть, вот так было дело. И потом у меня уже, я помню, диспенсеризацию я первый раз пошла проходить. А там получалось, кстати, мы с вами общались на эту тему. Меня очень раньше, очень давно по утрам сильно тошнило. И одна женщина мне написала, ладно, не женщина, девушка. Девушка одна написала, что тебя тошнит с утра, потому что ты не покушала то утро. То есть, первое утро проснулась, ты не покушала. На следующий день просыпаешься, тебя тошнит. То есть, если одно утро покушать, или несколько раз, несколько утр покушать, то потом тошнота пройдет. Потом я как-то попробовала. Ну, да, что-то там вроде проходит нормально. Вот. И вот это вот я как раз на диспенсеризации сказала, что у меня тошнота бывает по утрам. И мне поставили хронический гастрит. Притом она до этого спросила, как ваш желудок переносит жареную пищу, какие-то продукты запрещенные, мне назвала там такие-секие. Я говорю, вообще, говорю, все супер. Вообще никогда не болел желудок, ничего не болело. Но тем не менее она взяла мне и в карточку написала это. Говорю, подождите, говорю, а вы зачем написали? Ну, я же должна что-то написать. Я же не могу написать, что у вас все хорошо. Мне надо что-то написать. Говорю, ну, это в карточке останется мне на всю жизнь. Говорю, мне вот это вот зачем было? Я так пожалела тогда, что я вообще сказала. Я думала, он мне какой-то, ну, деленный совет даст, что-то скажет. Ну, вот, если вы хотите проверить, что у вас желудок больной или не больной, вот есть вот тут продукты, вот тут вот, которые нужно кушать, да, вот тут, которые не нужно кушать. Вот, которые не нужно кушать, говорит, вы покушайте недели две, три, месяц, И тогда узнаете. Подождите, говорю, я их ем каждый день. У меня ничего нету. Ну, поздно, я уже списала. То есть, было вот так. Нет, конечно, у меня желудок вообще не больно. Мне прям, ну, это... Крупно повезло, сколько я голодала, сколько я голодала именно во время диеты. Слава Богу, все хорошо. Бывало, конечно, иногда он чуть-чуть так побаливает. Редко очень. Но, слава Богу, хорошо. Вот, так что я сегодня поела чебуреки. Они прям вообще там как раз... Они как половинка дольки. И вот эта вот долечка, вот полукруглая, они прям поджарились. Прям классные. Так, и у нас с вами штрузель. Да, кстати, я так и не сказала про штрузель. Штрузель когда-таки до меня очередь дошла. Я этих там выслушала. Я говорю, дайте мне шарлотку с яблоками. Ну, ше. На букву ше же тоже. Она так, чего? Я говорю, шарлотку у меня с яблоками. Я не понимаю, почему они меня-то не понимают. Ну, что такое? У нас таких нету. Вы что, вы ошиблись. Я такая, думаю, что я сказала? Шарлотка? И, господи, как она там... Ну, блин, она могла, в принципе, понять, что у них может быть еще с яблоком. На букву ше. Я так раз назад. Ше, ше, ше. Думаю, господи, что там написано? А я уставшая уже. Вечер. Штру... А, штрудель, говорю. Господи. О, блин, вот так было сегодня. Шарлотка. Так, ладно. Где у меня нож? Так она, кстати, сверху симпатичненькая. Мягенькая, нежненькая. А, вон. Это не тот нож. Вот так у меня сегодня было. Да, сейчас в наше время появились с вами пекарни, которых можно, идя домой, допустим, взять и спокойно что-то купить. Я видела даже такие, что прям большими мешками покупают эти пирожки. Но, когда действительно, допустим, возвращаешься домой с работы, поздно вечером, уставшая, нету сил, ничего, готовить. Даже, может быть, и разогреть лень. Проще купить булочку, ее съел, лег спать, с утра проснулся, пошел снова на работу. Так проще, наверное, правда. Готовые продукты сейчас уже продаются. Салатики всякие, там все такое. Здесь, кстати, в попке есть, смотрите. Это радует. Сейчас мы ее разломаем. Не надо было ее ломать. Ну, нет, тут немножко только. Так, ладно, пускай тут лежит. Хочу я поесть серединку. Конечно, он довольно маленький. Напишите, кстати, в комментариях, кто все-таки досмотрел, какие пекарни есть в вашем городе. Такие более... Не просто какая-то там пекарня, забегаловка, только одна, допустим, в городе, если у вас город большой. А именно пекарни как сеть. То есть у нас вот хлебница, по-моему, она называется. Самая первая появилась. Белка. Но я не выхожу на улицу. Я не знаю. Честно, я не знаю. В пекарни я и вообще не хожу никогда. Единственное, вот я чебурек вот купила сегодня, да. В предыдущие разы вот у меня, когда получается выйти, я покупаю чебуреки. Ну, они поджаристые, вкусные. Иногда хочется. Так бы и все. Салатики я всегда в перекрестке беру. Мне там нравится. Вот. Поэтому не знаю. Напишите, что вы покупаете в пекарниках. Ай. Много начинки, кстати. Еще, кстати, свишни есть. Я хотела сначала взять свишни, но я побоялась, что мне попадется косточка, я сломаю зуб. Ну, блин, когда ты знаешь, что может попасться косточка, ты уже начинаешь есть аккуратнее, стараешься. Такой, как с яблочным вареньем или яблоко, даже с кусочками. Яблочный джем какой-нибудь, может быть, не знаю, с кусочками такой. Кожурка попалась. Такая кожурка, она прям жесткая. Если еще как-то яблоко ешь, порой не замечаешь их. Ну, много. Хорошие, кстати, само тесто тоненькое. То есть, бывает, как обычно раньше было. Вспомните, где-нибудь в магазине покупаешь. Там тесто много и чуть-чуть начинки. Ну, вот, до пекарни, да? Тесто тоненькое. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Прошел у мужчины ES ему где-то около пол Пятидесяти лет Может быть даже побольше Я ему объясняю что вот этот его проем wenn Ненужно здесь будет все перегородка Что нужно померить другую дверь вот эту Я ему объясняла процед For the end где-то. И он все равно стоит и продолжает мерить эту перегородку. Я говорю, вы что делаете? Мерю. Я говорю, она убираться будет. Третий раз уже говорю, а-а-а, а что мерить-то? Я говорю, так вот же дверь. Блин, меня так просто начало это бесить. Вот настолько. Вот хочется, знаете, иногда реально рявкнуть. Я говорю, блин, ну что ж такое? Он стоит и стоит там. Я говорю, что он не заходит, не пойму никак. Он все-то стоит, что-то там рассматривает, так рассматривает. Ну, кстати, довольно видно, что он замерщиком дверей занимается очень-очень давно, потому что он уже реально их там прям видит. Я думала, он прям будет вот так вот все полностью мерить, там так, сяк, тут мерить, тут мерить, а вот так, ага, это столько-то, так, это столько-то, так, тут чуть-чуть померил, тут померил и все. Я считаю, сначала такая подумала, ну вот, что-то он плохо мерит, наверное, плохой замерщик. Зря мы его вызвали. А потом думаю, наверное, у человека уже глаз наметан. Ну, там, в принципе, все же проемы стандартные. Там 80, там может быть 70, 60, в принципе, там они на 10 сантиметров уже меньше. Не на 5, не на сантиметр, то есть вот на 10. Раз уже уже. Вот. Ну, блин, ладно, как-то так. Вот так мы с вами поболтали. Мне кажется, мы с вами наболтали уже целый-целый-целый час. Кстати, я вот тут сижу, читаю, пытаюсь понять, какая вот здесь вот у них буква написанная. Буква А с точечками, как буква Ё. О, непонятная. Мёти, мёти, мати, мути, сяпи-пупи, козяби. Ладно, мы с вами будем прощаться. Мы с вами прекраснейшие, прекраснейшие провели вечер. Покушали вместе с вами, поболтали. Хотя, честно говоря, мне кажется, мы с вами очень-очень мало поболтали. Всё-таки до этого как-то болтали по-лучшему. Хотела сказать, повкуснее болтали. По-лучше болтали как-то. Сегодня маловато. И вчера, мне кажется, тоже было маловато. Напишите в комментариях, что вам рассказать в следующих роликах. И вообще, нравятся ли вам ролики такого формата. Да, 15 лайков ставите. И мы с вами покупаем, не набираем, а покупаем штрудель с вишенками. Маленькие-маленькие вишенки. Мой сын очень любит вишню. Именно вот вишенку с вишней что-то. Прям очень-очень любит. Причём, знаете, как получалось? То есть я беременна, и перед самыми родами мне вдруг срочно захотелось вишни. Прям очень-очень много вишни. Я помню, что же мы покупали. Да, по-моему, я купила замороженную вишню. Её прямо поела. И буквально где-то через неделю я уже в роддом поехала. И как раз рождается у меня малыш. И через какое-то время я узнаю, что он очень сильно любит вишню. Я думаю, видимо, блин, как это, я не знаю, можно так понять всё это. Какое-что-то необычное, что-то нестандартное. Во время беременности перед родами поела вишню, да, и ребёнок любит вишню. Как будто бы он через меня потребовал. Мама, давай вишню. А то я рождусь ещё, там, неизвестно, когда её захочу. Ладно. Будем прощаться с вами. Ладно, сегодня мы с вами заканчиваем. Смотрите наши влоги. У меня есть ещё влоги. Как мы с сыночком живём, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Обзоры на продукты, на технику, кулинарию, фоны. Там всего-всего много интересного на моём канале. Мой канал называется Artmania. Обязательно подписывайтесь, колокольчиком. Ставьте 15 лайков. Пишите комментарии. Вишню, вишенку, штрудель с вишней. Или пишите комментарии. Мне всё понравилось, всё супер. Ты умница, молодец. Я просто обожаю читать ваши комментарии. Вам огромное спасибо за них. Так. Лайки, да? И подписывайтесь обязательно. Подписывайтесь. Обязательно. И всем пока-пока. С вами был канал Artmania.